прямой эфир не запланированы просто увидела картинку вдохновилась хорошенькие сейчас поработаем дизайн конструктор самый любимый дизайн в эми это когда ты берешь кучу элементов просто складываешь их в правильном порядке цветовом решении и правильная композиция получается роскошный дизайн без элементов росписи хотя нет вру сегодня я покажу на лукруст такой достаточно базовый и чуть-чуть надо будет порисовать всем здравствуйте девочки сейчас я наверно поближе покажу что я решила показать вам мне вообще должен был эфир по клубу но я вспомнила что я людям наобещала что он теперь по четвергам будет сижу думаю надо что-то все равно что-то сделать полезное сегодня и должна сегодня что-то сделать полезное для компании риме поэтому сейчас у нас будет эфир вот с таким шарми к нам это новый шарми к он такой оля dior потом с такими ремешками потом я нашла вот такой слайдер из предыдущих коллекции принципе может подойти любой другой чб слайдер вот я взяла серый гельбак x капсулы и все получилось очень даже прикольно ну конечно нам понадобится импаста черно-белая как раз по без липкости для такого настроения с ней не спала мне такое настроение вообще должна быть сейчас в баллоне и в италии но я не расстроена совершенно я себя уговариваю что все хорошо и не 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 расстроена я еще не спала кстати нормально сегодня почему сняли с рейса европа сейчас закрыта для туризма у меня виза туристическая в италию у меня 2 годовая виза я еще делала до карантина и и тоже должна была лететь на выставку в баллоне начался карантин и выставку отменили я знала что в италию туристам сейчас не не полетишь но мой секретарь почему-то этого не знал в общем они как-то там с офисом праги не договорились в общем я ждала что мне будет какое-то приглашение на руках вот по факту когда мы с максимом сергеевичем полезли файл искать это приглашение мы поняли что у нас его нету что и офис прага и мой личный секретарь и они запутались короче они думали что у нас что у меня есть приглашение а на самом деле у меня его нету мне я должна была лететь турецкими авиалиниями у него так вот паспорт помахал сказал идите идите барышня я вызвала такси поехала домой да и тут за эти я даже думаю почему это произошло и на эту выставку хотела два года попасть представьте я ни одного года не пропустил этой выставке баллоне за последние наверное 16 лет каждый год я летаю туда потому что это одна из крупнейших международных выставок бьюти я вот думаю почему вот такой облом но я так думаю что скорее всего там во первых будет очень мало экспонентов и выставка скорее всего будет там полупустая там и 50 раз меньше чем она должна была бы быть вот ну ничего страшного у меня в случае люди из офиса полетели вот я осталась дома странно мы без проблем съездили я не знаю как вы без проблем съездили нужно с приглашением туда ехать просто так вы сейчас в италию по туристической визе не полетите но по крайней мере из российской федерации поэтому я не знаю наталья beauty nails как вы слетали в италию нет я не расстраиваюсь вообще я вообще не расстраиваюсь короче эфир же я перенесла на завтра по клубу и сидела мне скучно сейчас было я просто там договорилась подружка встретиться в кафе и это когда ну нужно что-то блин все равно нарисовать сделать давно просто хотела сделала себе подборку сумочек dior кстати сумочки dior нету я мечтаю сумочки делать если бы на скриншоте лакучу сумочек конечно оригинальных оригинальных мне так понравилось вот это сочетание оригинальной сумки причем она такая знаете нестандартная она тканевая эта сумка и обычно у них кожа идет такая набивная прошита а здесь видите она как гобелен сделана эта сумка ну вот с знаменитым вот этим швом а для этого у нас есть как раз nail crust это самое главное не показал знаете да техника nail crust эта серия трафаретов которые призваны использоваться либо в чистом виде их можно использовать смотрите их можно использовать в чистом виде а можно использовать при помощи техники заполнения использовать их как трафарет nail crust техника очень старая вот и у нас серия трафаретов так называемых nail crust of мы их чуть-чуть апгрейдили сделали вот такими малышами но они до сих пор есть наличие поэтому например кто не в курсе nail crust и который я еще выпускала 10 лет назад они есть наличие их просто мы их периодически апгрейдим даже вот первый номер nail crust это самый популярный первый номер вот кто dior любит то что вручную нарисовать вот такую строчку dior очень сложно на самом деле так ладно я одеваю перчатки до русских у вас нет русские знаете как летят в италию кто-то прилетает в хорватию берет машину едет на машине короче при прилетают страны куда вот можно заехать в италию по туристической визе заехать нельзя да поэтому если такое было я не попала в италию до сих пор лежит дома не разобранный чемодан меня дети утром когда увидели моему вы чего-то не улетела я пора мама дома все давайте как раз сейчас попробую текущие декорации которые всегда у нас есть в ассортименте для nail crust и и возьмем как раз декорации dior это новый шермикон то что у нас есть все равно любители такого оля брендового маникюра потому что мы одна из тех компаний которая но к сожалению мы не можем себе в ассортимент позволить вводить декорации которые прям вот логотипы dior louis vuitton шанель ну потому что это считается нарушением авторских прав поэтому я вот за последние 10 лет тут разными способами просто учу вас имитировать что ну как бы такое знаете происходит неосознанное понимание да ну вот это вот ногти в стиле dior да ну нет такого откровенного что взяли логотип dior и сделали потому что это незаконно вы так похорошили похорошила я потому что у меня зубы наконец мне кстати сейчас фильтр не включен и видно сейчас мне уже пора делать блефаропластику знаете когда у тебя такие красивые зубы а я считаю что они роскошные просто у меня от природы маленькие зубки не маленькие детские зубки и я сделала себе сейчас 12 виниров и когда ты смотришь на лицо я думаю в принципе и морщин так не очень много и блефаропластика так в принципе можно подождать еще лет пять с блефаропластикой ладно а что это за бренд вв ну это не конкретный вв это никакой бренд я же вам говорю ладно сейчас я расскажу давайте переверну так вот он этот шармикон вот у нас два шармикона есть сейчас это новинки какие-то номера я скажу какие-то номера а нашла смотрите это четырехлистник это такой знаете аля ван клиф можно будет следующий раз в стиле ван лифт сделать а еще один новый шармикон это логомания но здесь видите собрали буковки d и буковки в вот например буковки с буковками в можно сделать например что-то в стиле валентина а вот с буковками d можно сделать очень много вариантов стиле dior здесь видите нет откровенного что ага dior логотип потому что ну это считается незаконным и не дай бог вообще напороться ну хотя китайцы видите спокойно все это делают торгуют и наши многие фирмы производители и стемпинг не боятся делают прям с louis vuitton gucci dior ну не боятся вот хотя я считаю что это нарушение прав вот поэтому сегодня у меня вот такая красивая сумочка вот такие топотулечки кстати топотульки стоят недорого девочки вот кто хочет начинать приобретать настоящие вещи брендовые не подделки не реплики и начать например с dior вы смотрите вот эти тапочки стоят вот вообще я даже сейчас не могу вспомнить но не 100 тысяч как у них средняя цена там 70 80 100 тысяч обувь стоит дам то вот эти наверно тысячи 30 будут топотулечки мне интересно вот эта сумка смотрите она не кожаная на тканевая такая видите с грубой грубой таком стиле господи как этот ткань короче тканевая сумка и здесь видно что вот эти швы они выпуклые идут обычно же они делают кожу и про строчку да смотрите выпуклые вот эти детальки идут сам шов он видите получается вдавленный здесь наоборот этот рисунок идет выпуклый вот я сидела под впечатлением вдохновилась этой сумочкой вдохновилась вот таким сочетанием и сделала вот такое вот что гонит последнее время телефон так тяжело фокус выставить увидите чем это у меня 12 фон про давай выставляйся во-вторяйте опять ладно вот так так ладно поехали делается кстати легко и просто потому что есть трафареты потому что рисовать вручную вот этот рисунок тоже можно в принципе он не так не настолько сложный нет у меня сейчас фильтра я перестала использовать фильтр в прямом эфире кто в курсе поэтому сегодня без фига ой-ой-ой-ой я разлила обезжириватель блины как назло у меня на девятом этаже никого нету это делись сейчас девчонки блин девочки сорян подождите у меня тут авария случилась сейчас я быстро целый флакон обезжиривателя перевела вылила целый флакон ладно пока я вытираю кто там вообще сумел из россии вылететь в италию вы мне прямо скажите как можно было без приглашения вообще лететь в италию каким образом что возможно вы не из россии летели вообще туристы есть возможно в италии но только они не русские туристы хотя я считаю что мы хорошие туристы очень много денег тратим очень много денег тратим поездках да скажите все все вытерла поехали так вот цвет который я взяла за основу сегодня это цвет серой капсулы помните у нас была первая капсула там был такой серенький оттенок гириллака вот я его сегодня взяла за основу видео берем фотофикс жевачечку все у меня теперь все в обезжиривателе все залила кстати кто сейчас спрашивать начнет за потафикс девочки напишите где вы покупаете потафикс что это в принципе достаточно распространенная штука но многие не знают про нее я сейчас аккуратненько настраиваю чтобы фильтр и избить все делаем однотонное покрытие сделали сушим так у нас есть вот такие трафареты смотрите вот кто не умеет рисовать еще такие классные трафареты которые либо можно обвести либо заполните уже будет красиво и вот у нас такой же трафарет есть для стеганой кожи для кожи в стиле dior это вот опять же для тех кто не умеет рисовать понятно что вот эту саму строчку можно нарисовать просто от руки на самом деле рисуется легко но не с первого раза я вот сколько раз помню когда у нас трафаретов не было лет 15 назад я этот dior делала вручную просто перед тем как делать это клиенту или себе я помню сидишь там 10 типс хотя бы потренироваться чтобы чисто аккуратно получалось вот поэтому трафарет сейчас я номер скажу что это за трафарет поэтому вот кто не в курсе у нас есть много трафаретов мы кстати держим в ассортименте хотя по ним оборачиваемость очень низкая смотрите эти трафареты называются видите nail cruise трафареты вот у нас есть трафареты для жестовской росписи для акварель на росписи для китайской росписи да вот они цветочки потом есть трафареты вот такие видите вензеля всевозможные узоры которые просто можно заполнять вот кто помнит вот этот номер 52 это трафарет номер один он когда-то был номер один сейчас это номер 52 потому что его сделали малышом вот и вот такие трафареты базовые видите вязаный маникюр вот сейчас осенью будет актуально стёганый маникюр как раз мы его сейчас будем использовать номер 55 и например для кожаной сумки для имитации кожи на ногтях можно использовать трафарет номер 56 рептилий мы сейчас будем работать 55 многие например не понимают что это за вот это такая бежевая прозрачная штука для чего он нужен на самом деле вот этот у меня трафарет он как раз самый любимый белый черный он уже готовый рисунок да в принципе можно просто наклеить и больше ничего не добавлять вот а бежевый а бежевый классно просто по нему рисовать он создает классную тень так давайте вот возьмем кусочек все берем водичку чтобы комфортно было приклеивать можно в принципе прям на диспрессионную пленку гель-лака приклеить а можно взять топ слайдер это финиш с липким слоем на который классно приклеивать слайдеры сушим 30 секунд можно в следующий раз будет сделать такой вот вариант я делала смотрите вот когда черный dior стеганый да и здесь вот можно как раз использовать вот этот белый трафарет тоже будет прикольно где он еще чуть-чуть слегка выпуклый тоже будет классно так мы повторим один ноготок давайте вот этот вот левый сделаем так все он у меня видимо в обезжиривателя сейчас по новой так сейчас пока у меня просыхает вернее размокает слайдер нам нужно намешать серый цвет импасты для серого цвета импасты вы берете белый и черный цвет black tar и white raffinate смешиваете между собой и получаете как раз серый оттенок который нам сейчас понадобится смотрите если для вас импаста густовато вот прям чувствуете тяжело вам линии рисовать еще и поматовому топу можете добавить чуть-чуть текласа туда вот текласом спокойно можно разбавлять все приготовили сейчас мы слайдер приклеим которая только что испортила так бывает не видите у меня руки в обезжиривателе у меня все грязное кошмар ну трафарет конечно лучше клеить на топ слайдер потому что можно чуть чуть подвинуть в этом случае будет самое главное просто топ слайдер не пересушить где-то 30 секунд потому что если криво наклеить это конечно уже не подвините все можно подсушить дополнительно еще раз напомню у нас появились для вот такого брендового маникюра два новых шермикона 185 и 186 это в стиле ван клифф а это в стиле диор и валентина джемте гель если стал густым тоже можно попробовать текласом но навряд ли там может быть скорее всего у вас начался процесс высыхания полимеризации а тогда тоже можно разбавить текласом все убрали так я хотела совместить вот с этим слайдером смотрите это у нас базовая коллекция в ассортименте если например не можете у дистрибьютора купить зайдите на валбересе на валбересе этот 100 процентов есть это видите еще слайдер из предыдущих коллекций он огромный и его очень классно делать в такой стилистике у диора у них же используется очень часто вот такой трафаретный рисунок вот он такой чб может быть может быть темный синий вот поэтому мы сейчас еще его добавим здесь возле кутикулы кайфовое сочетание я просто сегодня думала думаю что добавить такое что было аля dior и вспомнила за этот слайдер сейчас я скажу кстати номер я уверена что он есть и в аутлете эми вот и я уверена он на валбересе есть поэтому поищите этот слайдер пока он есть в наличии смотрите называется акварельные цветы номер 37 посмотрите на аутлете эми и посмотрите на валбересе до эфир сохраню сохраню я сейчас стала кстати перестала их потом выкладывать мы сейчас стали эфира сразу же заливать их просто потом из ленты удаляю и оставляю в gtv поэтому кто на начало не успел я сразу же как только отключусь перегружу его в gtv поэтому посмотрите в gtv у меня сейчас у нас эфиров очень много проходит на моем аккаунте да сейчас много ведет теперь настич люби его вот она вчера тоже вела с новыми слайдерами там новые молодежные декорации вышли вчера у нас как раз продажу поступили вот поэтому кто вчера эфир пропустил по декорациям тоже есть эфир сейчас у меня в ленте на той неделе проводила у меня юля донченко по классике она делала белый выкладной french тоже вот в эту пятницу будет опять прямой эфир с юлией донченко тоже по классике тоже по акригелю вот смотрите я сейчас прошлась ультрабондом обработала все обработала ультрабондом и смотрите что я сейчас сделаю можно было бы просто слайдер выше наклеить правильно но я решила до этого когда я вот делала мне так было удобно видите я вот это пространство его потом просто закрасила мне так проще вот поэтому я беру опять гель-лак серый это серый цвет из капсулы первая капсула номер этого цвета ему щас кстати присвоили вот именно этот номер сейчас попал базовую коллекцию то что у нас серых оттенков мало в ими и мы решили этот цвет оставить я щас чуть попозже возьму папку с гель-лаками скажу какой номер теперь у серого цвета из капсулы а здесь я оставляю место у меня сейчас здесь будет место чтобы сделать надпись dior надо вере мирошниченко такой маникюр показать может ей понравится она захочет себе такой сделать вера мирошниченко это моя сестра она делает исключительно только дизайн в стиле брендового маникюра вообще-то человек раньше никогда не делал дизайн у нас дизайн стала делать только последние лет пять когда у нас стали появляться вот такие декорации в стиле брендового маникюра вот она стала делать до этого мне кажется вообще не делал так он французский маникюр носила все сейчас тщательно сушим и сейчас вот этот один покажу а про эти два расскажу хорошо чтобы время не тратить на эти потому что декорации в принципе они все одни и те же используются так суши слушайте мне надо для этого сейчас когда эфир буду выгрожать нужен синий фон синий фон и вот там близко все высохла ну чтоб сейчас вот не создавать лишнюю толщину смотрите можно либо аккуратно обезжирить либо только вот здесь вот здесь у меня буковки будут идти перекрыть т-классом как правило обезжирить аккуратно не получается и на обезжиренную поверхность шермиконы они не очень хорошо приклеиваются что такое шермиконы шермиконы это вот такие наклейки стикеры на клеевой основе в эми это наверное самый популярный вид декорации наверное такой знаете локомотив наших декораций ну слайдеров принципе на рынке много их все продают а вот именно такую стилистику шермиконов они у нас все авторские их продают мало и именно такого качества совсем мало и вот эти шермиконы 3d стикеры они классно приклеиваются на наш т-класс я вообще сказала что т-класс это гель для шермиконов хотя это финиш без липкого слоя тем более вот за последние три года у нас формула производства шермиконов значительно поменялась они стали очень тонкие вообще крутые благодаря тонкости получается очень комфортно их можно теперь приклеить плотно есть конечно такой момент что если вы вдруг криво приклеили передвинуть уже не получится да женечка я вышла в эфир потому что я поняла что мне скучно я не дождусь когда ты освободишься видите в эфир вышел мой стилист с которым мы договорились встретиться сегодня я сейчас вам покажу дизайн и поеду линию можно было чуть чуть пошире сделать видите узковато я сделала и такую хитро сделали у меня дизайнеры dior нельзя полностью написать а буквы пусть они конечно сделаны не шрифтом dior настоящего но все равно и такая маленькая хитрость так вот раз прикольно мы придумали вот вам dior все хорошо расправили теперь берем матовый топ а я думала что сегодня четверг не кошечки мои сегодня среда поэтому кто клубера у вас эфир для вас завтра будет я завтра хочу взять приложение вог пройтись по показам показать вам показы интересные которые подойдут вам для вдохновения для маникюров на этот сезон вот поэтому с клуберами мы завтра встречаемся и завтра будет очень интересно завтра у вас будет лекция вот а в конце мы с вами порисуем поэтому завтра у нас и лекция и роспись матовый топ лучше наносить на зашлифованную пластину смотрите я матовый топ ношу нормально я конечно говорю о том что рекомендуется наносить на липкую поверхность да если например липкости нет нанесите топ слайдер потом матовый топ но я как клиент матовый топ ношу просто отлично хорошо когда его нанесли в один слой на любую поверхность если переживаете что клиент очень активны нанесите два слоя эфир также девочки у нас возвращается эфир в четверг как он был раньше по четвергам для клубера в 12 00 все берете тонкую длинную кисть 5 дробь 0 именно она идеально подходит для импасты это такая достаточно жесткая кисточка такая упругая и начинаем с вами рисовать вот в чем прелесть трафаретов особенно когда ну тяжело в плане тонких линий симметрия не поставленная рука конечно здесь в этом плане трафареты они помогают смотрите я здесь просто рисую я не наливаю краску сделаем небольшую отбивочку поматовой поверхности конечно импаста не очень с одной стороны комфортно рисовать в этом случае всегда говорю ну если вам некомфортно возьмите разбавьте чуть-чуть импасту я очень люблю эми маникюр при помощи декораций вот я называю наш дизайн в стиле эми он как конструктор вот здесь просто периодически нужно скупать декорации чтобы они у вас были и когда например видите какую-то картинку вот ее при помощи декораций на самом деле любую можно повторить у меня кстати пришла здесь идея я ее уже озвучивала я хочу декорации которые выпускали за последние 10 лет сделать перевыпуск делать такой знаете апгрейд и как раз сегодня кстати в эфире я наверное потом это сейчас еще и в комментариях напишу попрошу вас прислать мне в директ фотографии декорации которые были у вас очень любимые и сейчас нету что вы бы их там хотели купить повторно единственное что мы их прям перевыпускать один в один не планируем я хочу сделать небольшой апгрейд этим старым декорациям потому что действительно есть очень удачные и их можно назвать базовыми поэтому директ обязательно мне напишите либо в комментариях пишите видите вот этот рисунок его по факту вы можете сами повторить без трафарета но это могут сделать не все потому что я помню у меня был курс когда-то назывался арт аксессуар и мы там вручную тогда декорации в эми не было тогда у меня только были цветные гели и ничего такого из наклеек не не было я потом уже к этому пришла и вот я помню как я девочек мучила с этим dior заставляла по 35 раз переделывать его эти вот в данном случае здесь трафарет не заполняется да здесь трафарет выполняет функцию ориентира для прорисовки линии самих если на самом деле они в живую это как пунктирная линия идет то здесь мы с вами рисуем сплошную линию прям как на картинке на нашу новая коллекция у dior вот такие стеганые сумочки получается здесь мы частично с вами рисуем а здесь прикольно то что трафарет такую тень легкую создает вы видите тоже за счет этого прикольно смотрится все две минуты слушайте сейчас дальше расскажу что делаем две минуты чтобы исчезла липкость и можно взять сейчас белый рафинад и смотрите пройтись вот так легонечко испачкать поверхность до стемпинг планируем но я много не буду делать потому что мне стемпинг нужен для фоновых прокаток чтобы например это потом додекорировать уже шермиконами потому что стемпинг как элементы да вот вместо шермиконов я конечно не очень люблю пошли для меня это просто геморрой какой-то вот мне классно стемпинг сделать как раз чтобы вот эти все орнаменты какие-то популярные клеточки абстракции прокатывать на весь ноготь а потом дальше в стиле эми маникюр дополнять как конструктор еще дополнительно декорация так теперь мы берем смотрите что мы берем мы берем белый рафинад если что нужно не перчатка а нужен именно пальчик снимаете вот так излишки с пальчика и чуть-чуть вот так вот смотрите прижимаете ну кто например проходил нашу технику nail crux курс девчонки они знают что именно в такой технике выполняется nail crux что сначала делается чистая импаста потом берется белый цвет и чуть-чуть вот такой вот эффект придается видите так интереснее намного выглядит отпечатки пальцев добавляем так давайте теперь разберем вот этот тип со чего сделан смотрите здесь то же самое да здесь также идет nail crux диоровский что здесь идет здесь еще добавляются ремешки смотрите здесь я потом приклеила вот так ремешок вот приклеила ремешок и вот из этого шермикона который dior я взяла именно просто две буквы d ну как украшения да возможно это не будет значит dior но стилистика все равно она есть вот понятно да как вот этот мы сделали вариант здесь здесь я покрыла ноготь белым гель-лаком потом приклеила вот этот слайдер акварельные цветы на весь много да именно не на серый она белый и смотрите взяла кусочки ремня взяла понятно буковку d в круге уже не в квадрате а в круге и здесь взяла кусочки ремня там где нет надписи смотрите видите вот прям взяла отрезала в здесь кусок у здесь кусок и приделала с этой стороны и с этой стороны приделала приделала потом взяла m пасту белую и просто написала парис париж написала понятно таким образом получается у нас нет таких прямых откровенных декораций dior но если присмотреться кажется что вроде как dior да все надо будет следующий раз смотрите у меня есть идея вот с таким наилкрустом dior с белым сделать и совместить с гусиной лапкой вот этот будет классное совмещение и еще у меня была идея сделать розовый розовый вот этот вот ну для розового я хотела использовать вот этот трафарет как раз вот кто не умеет рисовать кожу крокодила можно будет сделать тоже при помощи трафарета вот такую сумочку я хотела сделать напомню еще раз номера шермиконов это 185 новый шермикон и 186 тоже новый шермикон так ремешки сейчас скажу ремешки у нас сейчас в коллекции два вида это в основном ассортименте если вдруг у дистрибьютора нету посмотрите на балберис ремни дал там должны быть тоже потому что это не новая коллекция эта коллекция базовая 156 и 157 и акварельные цветы но это акварельные цветы возможно не у всех дистрибьюторов будет потому что эта коллекция не помню какого года она есть на аутлете но она очень классно сейчас подойдет сочетание вот с шермиконом новым в стиле диор не знаю очень классно смотрится до эфир я прямо сейчас сохраню смотрите я его сразу же выкладываю я не буду знать вечером перевыкладывать вот прямо сейчас выйдем с вами из эфира я его сразу же выложу заходите вы джи тиви либо в ленту я сейчас просто эфиров очень много провожу в неделю не только я одна на моем аккаунте ведут еще другие девочки эфиры вот кто пропустил эфиры заходите вы джи тиви моем аккаунте и там очень много сейчас за последнее время мы выкладывали с декорациями вот смотрите обязательно все эфиры потому что мы сейчас ведем в основном именно по декорациям то что коллекция осенне она получилась огромная очень много слайдеров 5d слайдеров шермиконов очень много и не все например понимают как их сочетать вот потому что стилистика такая новая достаточно есть базовые как вот сегодня я вам показывала до стиле dior в стиле ван клифф это в принципе такой ну достаточно базовый ряд шермиконов а вчера мы показали более современные более молодежные что так вера мершниченко присоединилась можно рассказать про новые базы или раны еще ну рано еще то девочки не кстати есть под рукой один цвет из бейс образец из лаборатории новые твине у нас выходят в новой формуле и мы их называть будем из бейс это новые цветные базы и ими в новой формуле очень крутая формула они в тонкий слой будут давать жесткий каркас как у классики это вот для основной такой момент нравится плюс несмотря на то что они очень пигментировали пигментированы они будут даже знаете больше давать не эффект цветной базы до такой полупрозрачный а будут выглядеть как цветное покрытие однотонное суждение помощи всем покажу цвета блин утащили нет не покажу один цвет у меня есть вот первая коллекция она выйдет там будет ядерно белая база будет такая бежевая база серая база лабандовая красивая база потом такой кукольный розовый бледный и и а и такой цвет вишневой пенки нет новые базы они не будут как файбер смотрите новые файбер база цвета тоже скоро будут файбер базы мы планируем выпускать к октябрю по моему это для любителей кто любит файбер база что мы не стали смешивать потому что у нас вот прям есть поклонники кто сейчас пришли полностью на файбер базы и они работают сейчас только с файбер базами и мы для них расширяем линейку файбер баз и сейчас сделаем дополнительные цвета вот осенью выйдет аж две коллекции новых файбер баз вот но также вот сейчас концу сентября в начале октября мы запускаем еще одну формулу это новая формула будет цветных баз будет называться эйс бейс такой туз в рукаве формула сильно отличается от файбер баз и от текущих твини потому что твини это что же цветная база это вообще другая формула уникальность будет том что абсолютно в очень тонкий слой получается жесткий такой гелевый каркас это хорошо будет знаете для кого для новичков вот кто нормально даже базами не умеют работать они эту базу так мажут по бестолковому нет ни моделирования ничего вот даже у них вот эта база нам будет стоять катя когда будут новых два зеленых блин по моему они уже есть зеленые когда мы начнем их отгружать я думаю что я это сразу в stories скажу про зеленых я и сама жду потому что смотрите если вся в зелененьком не хочется опять зеленый маникюр обязательно посмотрите эфир который вчера был с настей челюбеевой там мы вчера показывали еще новые декорации которые сейчас поступили в продаже до этой базой можно будет тоже делать укрепление но вы должны понимать что она цветная вот и она будет очень плотно намного плотнее будет по цвету чем твини базы чем файбер базы очень плотно будет выглядеть знаете как цветное покрытие но при этом эта база поэтому прям знаете очень высоко моделировать возможно не получится потому что она очень плотно но если несколько слоев будет классом вот я не знаю вера мершниченко детьми расскажи когда зеленые поступят в продажу про новогоднюю расскажите коллекцию ой у нас будет кстати новогодние лаки мы наконец вернулись к лаком кстати у нас скоро выйдет базовая коллекция лаков шесть или восемь оттенков такие красивые розовые нюдовые и потом через время выйдет новогодняя еще лаковая коллекция я вот хотела бы рассказать про лаковую именно новогодним то что она такая классная получилось там такие классные шиммер она когда такая вся нежная такая знаете жемчужина серебристая золотистая в общем кто поклонники лаков да а сейчас многие мастера педикюра начинают переходить знаете как вернее начинает работать под лозунгом когда начинается осенне-зимний период гель-лак на ногах не делаем вообще вот прям вот исключено поэтому кто поклонники лака в осенне-зимний период у нас скоро пополнение будут лаковой линейки красивые цвета будут эфир уже в ленте кто вчера пропустил эфир с новыми красками кто пропустил эфир с новыми шермиконами уже в ленте смотрите сейчас давайте заканчивать уже в принципе же времени много прошло я прямо сейчас выкладываю эфир вот можете кто пропустил эфир пересмотреть его прямо сейчас и вчерашний эфир он тоже в ленте смотрите есть и gtb вот у нас есть рилс есть посты а есть и gtb вот если вы в gtb зайдете там куча мастер-классов мы минимум 12 а бывает вот как на этой неделе на этой неделе будет аж три прямых эфира вот все идет в gtb на лаковые наборы будут ладно девочки я с вами прощаюсь надеюсь что на этой неделе я тоже еще раз выйду то что вот я хотела сделать эту сумочку диор и вот эту диор я сделаю обязательно все всем пока пока